МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это сегодня утром. Мы прямо сейчас обсудим, почему западные спецслужбы упрямо не хотят сотрудничать с нашими. Даже когда теракты происходят на их территории. В Аландском городе утрех задержан подозреваемый в убийстве трех и ранении пяти человек. Им оказался 37-летний уроженец Турции Гёкмен Таныш. 18 марта средь бела дня мужчина открыл стрельбу в городском трамвае. Следствие уже выдвинуло свои версии произошедшего. На основании свидетельских показаний, собранных доказательств и улик, которые мы нашли, мы рассматриваем возможные террористические мотивы. Но нельзя исключать и другие мотивы. Стоит отметить, что в Турции Гёкмена Таныша подозревают в причастности к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. Но голландские правоохранители эту информацию почему-то не заметили. И толерантность в итоге обернулась трагедией. Теперь власти страны вынуждены оправдываться. Ходят разные слухи, но мы должны придерживаться фактов. Я призываю всех сохранять спокойствие. На данный момент известно об одном преступнике. Но не исключено, что и их на самом деле могло быть больше. При этом в городе Утрехт уже отменен пятый уровень угрозы безопасности. Хотя даже власти Нидерландов не уверены, что действовал преступник-одиночка. Причины трагедии в Нидерландах обсудим с военным аналитиком Дмитрием Тараном. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Дмитрий. Доброе утро, Дмитрий. Здравствуйте. Здравствуйте. Присаживайтесь. Присаживайтесь. Давайте начнем с самого начала. В Нидерландах не уверены, что действовал преступник-одиночка, но сразу почему-то объявили об отсутствии угроз. Почему? Ну, похоже, что для них это полная неожиданность. Они не ожидали такого развития событий. И, ну, нет угроз, они подразумевают или подозревают, что это случайность, которая прошла мимо спецслужб. Вообще, на самом деле, международного терроризма или просто терроризма в природе, на самом деле, я скажу по секрету, не существует. Это всегда либо подготовленные одиночки, либо группы, которые их сопровождают, которые замкнуты на какие-либо страновые спецслужбы. И, как правило, такие теракты – это всегда сообщение, либо это управленческий маневр, направленный на стравливание межконфессиональных, межнациональных вопросов. И вся последовательность терактов за последние годы – это путь по ужесточению миграционного режима и по лишению свобод, по уходу от демократии. То есть специалисты всегда понимают, что надо посмотреть, в чьих интересах, кто кого стрелял. Как правило, сейчас происходят христиане и мусульмане. Вот помните в Новой Зеландии? Верия, подождите. В данной ситуации вообще складывается впечатление, вот лично у меня, что власти Нидерландов не способны обеспечить безопасность своих граждан. Премьер-министр Марк Рютте провел пресс-конференцию. Но глава правительства выглядел на ней растерянным. После этой атаки возникают в первую очередь чувства отвращения и беспокойства в связи с этими трагическими событиями. Невинные люди были навсегда вырваны из их привычного окружения. Мы скорбим сейчас вместе с семьями погибших. 15 марта в новозеландском городе Крайстчорч террористы открыли огонь по верующим в мечетях. 50 человек погибли, столько же были ранены. Вы знаете, какая-то парадоксальная ситуация, Дмитрий, вы до этого начали говорить. Вот как-то раньше какой-то, скажем так, был групповой терроризм, а сейчас появился терроризм-одиночек. Вот чем это объясняется? Давайте на эту тему поговорим. На самом деле, любой одиночка, как правило, статистически, он не одиночка. Его ведут, его вербуют, ему делают психотравмирующие всякие обстоятельства. Некоторые террористы стреляют, потому что у него в заложниках находятся родственники. Или он вынужден это делать. Многие смертники так поступают. Это всегда... Больные люди, которые, знаете, как с меня хватит, берут оружие в руки и идут. Да, можно человека довести и до такого состояния. Для этого существуют определенные технологии. Но самое главное, это всегда в чьих-то интересах. И это всегда... Человек может даже сам не понимать, вдоль каких колышков он идет, и кто ему эти колышки поставил. А вот США, к сожалению, не извлекли никаких уроков, даже после страшного теракта 11 сентября 2001 года. И на предупреждение об опасности никак не реагируют. В результате взрывов на финише бостонского марафона 15 апреля 2013 года погибли 3 человека и более 200 были ранены. Мы готовились к марафону на протяжении нескольких месяцев. За неделю до него мы провели имитационную игру, на которой прорабатывали, в частности, возможность взрывов. При этом еще в январе 2011 года российские спецслужбы предупреждали американских коллег о возможной причастности организатора взрывов Тамерлана Царнаева к террористическим группировкам. Но так и не были услышаны за океаном. Ну вот предупреждали же. Но почему США не отреагировали никак? Существуют каналы коммуникации между спецслужбами, но поскольку цели у каждой спецслужбы разные, и они работают, как правило, на территориях других стран, то, соответственно, они, если они еще и причастны к терактам о своей территории, то они дистанцируются и всячески делают вид, что я не я и рожа не моя. То есть это элементы той же самой оперативной работы. То есть не надо нам указывать, мы сами знаем, что здесь происходит. Вы знаете, и даже несмотря на такую позицию, есть ощущение, что, тем не менее, и в той же самой Америке стали постепенно приходить к убеждению, что терроризм – это все же глобальное, это общее зло. Сейчас главный оплот терроризма – это Сирия, где сконцентрированы основные силы боевиков. Несмотря на политику двойных стандартов, США все же вело там борьбу с запрещенной в России группировкой ИГИЛ. И это не осталось без внимания. Мы наладили, как вы знаете, достаточно конструктивную работу с американскими партнерами по борьбе с терроризмом, в том числе и в Сирии. Рассчитывая на то, что эта работа будет продолжаться. Правда, для этого американцам необходимо покинуть свою базу в Аттанфе и дать возможность фактическим заложникам боевиков из числа мирных жителей в лагере беженцев Ар-Рукбан вернуться в свои дома. Ну вот сейчас президент сказал, что по террористам в Сирии мы вроде бы научились с американцами договариваться и как-то коммуницировать. А почему в борьбе с глобальным террором пока что у нас с Америкой не получается найти общий язык? Точнее, у них не получается найти с нами, потому что мы-то готовы сотрудничать. Тут, понимаете, два логических уровня. Вообще спецслужбы и все, что происходит, это тень. Это неучтенка и все теневые процессы. А есть публичная сфера. Мы научились с американцами бороться с терроризмом. Это означает, что мы из тени вынесли часть, например, некоторых подразделений партизанщины, той же ИГИЛ, запрещенной территорией России, и заставили, ну просто им открыли карты. И Америка начала нести репутационный ущерб. Именно поэтому они начинают жечь часть своих подразделений. На самом деле ИГИЛ – это регулярная армия Соединенных Штатов Америки. Не более или не менее. И они играют в эту длинную игру. Глобальный терроризм – это тоже порождение во многом американских структур и англосаксонских. Они создают там, где они не могут под своим флагом зайти, они посылают топочные. Дмитрий, в любом случае хочется надеяться, чтобы страны умели договариваться в сфере антитеррористической. И будем к этому стремиться и ММТ. Причины и возможные последствия трагедии в Утрихе мы обсуждали с военным аналитиком Дмитрием Тараном. А сразу после новостей устроим свой тотализатор на выборах президента Украины. А еще расскажем, почему в США пулемет Калашникова признали лучшим. Вы только не переключайтесь. Спасибо вам большое. Субтитры сделал DimaTorzok